Друзья, всем привет! Последний раз со своим брокерским счетом я работал в четверг 22 июля 2021 года. Прошла неделя примерно. Это уже 21 неделя с начала моей работы на фондовом рынке. Сегодня среда, 28 июля 2021 года. Хочу поработать со своим брокерским счетом на один день раньше фиксированного недельного дня, четверга. Объясню почему. Дело в том, что завтра, 29 июля, у меня день рождения, мне исполняется 36 лет и времени на то, чтобы поработать на фондовом рынке у меня просто-напросто не будет. День расписан буквально по минутам. Именно поэтому я принял решение сегодня в среду поработать с брокерским счетом. Видео сегодняшней работы выйдет завтра. Для вас это уже будет сегодня. Поэтому если у кого-то будет желание поздравить меня, вы можете это сделать в комментариях. Мне будет приятно. Спасибо. С брокерским счетом сегодня буду работать следующим образом. Пополним брокерский счет для начала. Приобретем доллары. Далее будет обзор полученных дивидендов за неделю. После этого приобретем акции трех компаний. Ну и сделаем аналитику по портфелю. Свой портфель акций я веду в Google таблице. Ссылка на данную таблицу находится в описании к этому видео на YouTube. В случае необходимости вы всегда можете пройти по данной ссылке и более детально ознакомиться с информацией, представленной в этой таблице. Свой портфель я веду публично. В социальной сети Пульс от компании Тинькофф у меня есть аккаунт, в котором я периодически публикую посты об изменениях в моем дивидендном портфеле акций. Как мы видим, последний пост был опубликован три дня назад. На мой аккаунт уже подписались 125 подписчиков. Буду рад, если и кто-то из вас присоединится к их числу. Найти мой аккаунт в Пульсе можно по логину Ерморенко Игорь26 вместо пробелов нижние подчеркивания. Давайте сравним доходность по портфелю за последние пару недель. 22 июля 2021 года, неделю назад, доходность по портфелю была зафиксирована в размере 1,78% или в абсолютных числах 111 долларов 5 центов. На текущий момент мы видим, что доходность по портфелю показана в размере 2,94% или в абсолютных числах 183 доллара 98 центов. Две недели назад, 15 июля 2021 года, доходность по портфелю была зафиксирована в размере 2,38% или в абсолютных числах 145 долларов 3 цента. Как мы видим, портфель начал потихоньку расти. За прошедшую неделю были получены дивиденды от трех компаний. 23 июля 2021 года пришли дивиденды от компании Realty Income в размере 17 центов. 27 июля дивиденды от компании Digital Realty в размере 81 цента. 28 июля дивиденды пришли от компании Public Service Enterprise Group в размере 46 центов. Все начисленные дивиденды отображаются уже за минусом 10% налога Соединенных Штатов Америки. На текущий момент на долларовом бротерском счете у меня есть в наличии 4 доллара 15 центов. Это остатки от покупок прошлой недели плюс начисленные за неделю дивиденды. Данной суммы, понятное дело, что не хватит на запланированные на сегодня покупки. Поэтому будем пополнять долларовый счет. Для этого переходим на страницу доллар США. Нажимаем соответствующую кнопку купить. Счет списания выставляем основной рублевый счет карты Тинькофф Блэк. Количество лотов указываем 200. Комиссия за сделку купить. Доллары США куплены на бротерский счет. Теперь у меня в наличии есть 204 доллара 15 центов. Этих денег должно хватить на запланированные покупки. Согласно моим правилам ведения дивидендного портфеля акций, если стоимость акций скорректировалась в минус более чем на 10% от средней стоимости покупки, то я стараюсь такие акции докупать. Так вот, на текущий момент времени мы видим, что акции компании Легет Энд Плат Инк скорректировались от средней стоимости покупки на минус 10,16%. У меня в наличии уже есть две акции данной компании. Сейчас буду докупать третью акцию данной компании, дабы понизить среднюю стоимость бумаг. Важные для меня фундаментальные показатели компании не изменились. Стаж ежегодных увеличений дивидендов составляет 49 лет, что меня более чем устраивает. Компания в одном шаге от статуса дивидендного короля. Последний раз дивиденды увеличивались в мае 2021 года на 5%. За последние 5 лет в среднем на 5% в год росли дивиденды. За последние 20 лет в среднем на 7% в год росли дивиденды. Текущая дивидендная доходность на 5% больше среднего значения данного показателя за 5 лет. Это говорит о том, что на сегодня акции могут быть оценены в разумных пределах. Поэтому переходим в Тинькофф. Нажимаем купить. Количество лотов ставим 1. Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Копируем цену покупки. В ячейке моя стоимость к существующей формуле. Добавляем плюс. Текущая стоимость покупки. Запятую меняем на точку. Количество акций ставим 3. Теперь средняя стоимость моих акций равняется 50 долларов 89 центам. Что на 7,01% больше от текущей стоимости акций данной компании. Вторая компания, акцию которой я хочу сегодня приобрести, является новичком моего портфеля. И называется она Consolidated Edison. Это американская компания, одна из крупнейших энергетических компаний в США. Данная компания предоставляет своим клиентам широкий спектр продуктов и услуг, связанных с энергетикой через свои дочерние компании. Стаж ежегодных последовательных увеличений дивидендов составляет 46 лет. Буквально 4 года осталось компании, чтобы принять статус дивидендного короля. Последний раз дивиденды увеличивали в январе 2021 года. Они были увеличены на 1,3%. За последние 5 лет в среднем на 3% в год росли дивиденды. За последние 20 лет в среднем на 2% в год росли дивиденды. Текущая дивидендная доходность на 15% больше среднего показателя за 5 лет. Это указывает на то, что сейчас может быть разумное время для инвестиций. Если вы не считаете, что перспективы компании ухудшились. Я не считаю, что перспективы компании ухудшились. Поэтому буду приобретать одну акцию данной компании. Переходим в Тинькофф. Нажимаем купить. Количество акций ставим 1. Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Копируем цену покупки. В ячейке моя стоимость. Фиксируем цену покупки. Запятую меняем на точку. Количество акций 1. Третья и последняя компания на сегодня. Акцию, которую я хочу приобрести, также является новичком моего портфеля. И называется она Alette Inc. Данная компания предоставляет услуги энергоснабжения на севере среднего запада США. Компания генерирует, передает, распределяет и поставляет на рынок электрическую энергию для розничных и оптовых клиентов. Стаж ежегодных последовательных увеличений дивидендов составляет 10 лет. А стаж выплат дивидендов без снижения составляет 15 лет. Как мы видим, в 2005 году дивиденды были снижены в 2,5-3 раза. Но это было достаточно давно. Надеюсь, точнее буду надеяться, что текущее руководство компании не допустит повторения сценария 15-летней давности. И останется приверженцем стабильных ежегодных последовательных увеличений дивидендов. Текущая дивидендная доходность на 16% выше среднего показателя за 5 лет. Это указывает на то, что сейчас подходящее время для инвестирования. Если вы не считаете, что перспективы компании ухудшились. Я не считаю, что перспективы компании ухудшились. Поэтому я хочу добавить одну акцию данной компании себе в портфель. Для этого мы переходим в теньков. Нажимаем купить. Количество лотов указываем 1. Комиссия за сделку. Купить. Успешная покупка. Копируем цену покупки. В ячейке «Моя стоимость» фиксируем цену покупки. Запятую меняем на точку. Количество акций 1. Все запланированные на сегодня покупки совершены. Итоговая стоимость покупок составила 191.94 доллара. Во вкладке «Доллары» внес информацию о сегодняшней покупке долларов. Моя средняя стоимость покупки долларов с учетом сегодняшней покупки составляет 74.26 рубля. До сегодняшней покупки средняя стоимость моих покупок доллара составляла 74.27 рубля. То есть, благодаря сегодняшней покупке, моя средняя снизилась на 1 копейку. Что меня, конечно, радует. Согласно аналитике Тинькофф, мои активы распределены следующим образом. В акциях у меня находится 99.83% моих активов. В валюте 0.17% активов. Во вкладке «Компании» Тинькофф сообщает, что в моем портфеле имеется 85 компаний. Однако, мы с вами знаем, что 85 компанией Тинькофф считает денежные средства, которые в небольшом количестве присутствуют на моем бронерском счете. По факту же, компаний у меня было 82, плюс 2 сегодня новенькие добавились. Итого стало 84 компаний. Пятерка лидеров по стоимости актива состоит из следующих компаний. На первом месте Avalon Bay с долей 3,44%. На втором месте Tor Industries с долей 3,43%. На третьем месте General Dynamics с долей 2,95%. На четвертом месте Jack Henry & Associates Inc. Его доля занимает 2,6%. И на почетном пятом месте находится компания DLR с долей 2,32%. Пятерка аутсайдеров моего портфеля по стоимости актива состоит из следующих компаний. На первом месте Telephone & Data Systems Inc. Доля 0,34%. На втором месте Western Union с долей 0,35%. На третьем месте Flowers Foods Inc. С долей 0,36%. На четвертом месте South Jersey Industries с долей 0,39%. И на почетном пятом месте находится компания Andersons с долей 0,4%. Во вкладке отрасли показаны все 11 отраслей, которые знает Тинькофф. К сожалению, 11 отраслью также являются денежные средства. А по факту Тинькофф знает только 10 отраслей экономики. Печалька. Согласно рекомендациям от Тинькоффа, в моем портфеле низка доля бумаг из сектора информационных технологий. Странно, да? Информационные технологии занимают более 7% доли в моем портфеле. А вот телекоммуникации меньше 3%. Непонятно. Ну да ладно. По валюте доллары занимают 100%, рубли по нулям. Стоимость портфеля за последние полгода стабильно растет. Статистика движения средств. Доходность показана в размере 164 доллара 53 цента. Дивиденды получены в размере 17 долларов 76 центов. Оборот составил 12 630 долларов. Пополнение было на 6469 долларов. Выводы в размере 22 центов. Диверсификацию по портфелю я предпочитаю смотреть непосредственно в своей Google таблице учета моего портфеля акций. Во вкладке портфель справа от основной таблицы имеются несколько диаграмм, в которых отображается следующая информация. Доля секторов по дивидендам, количество компаний в секторе и доля секторов по стоимости актива. Основной диаграммой для меня является доля секторов по дивидендам. В будущем я буду стремиться к тому, чтобы на каждый сектор приходилось около 9% доли всего пирога получаемых дивидендов. На текущий момент мы видим, что наблюдается дисбаланс. В моем портфеле сектор коммунальных услуг занимает 25% всех дивидендов, что конечно очень много. Связано это с тем, что компании из данного сектора сейчас торгуются по очень интересным ценам. Именно поэтому я их добавляю в свой портфель. На втором месте по доле находятся компании из сектора товаров первой необходимости. Размер доли составляет 15,6%. На третьем месте находятся компании из сектора финансов. Доля данного сектора составляет 10,3%. Все остальные сектора экономики занимают меньше 9% долей. Тикеры новичков портфеля, а также старичка, акцию которого я докупил сегодня, хочу перекрасить в оранжевый цвет. А вот теперь сделать сортировку в столбце М изменений от средней стоимости акций. И посмотреть, какие же места займут сегодняшние компании герои. Видим, что компания Legit & Plat с первого места переместилась на седьмую позицию в рейтинге. Изменения от средней стоимости теперь составляют минус 6,91%. Новички портфеля Alette и Consolidated Edison занимают 34 и 35 место. Стоимость акций данных компаний изменилась незначительно. Alette изменилась на 0,01%. Consolidated Edison на 0,12%. Во вкладке дивиденды я веду учет всех полученных дивидендов. Как уже говорил в начале видео, за прошедшую неделю были получены дивиденды от трех компаний. Realty Income, Digital Reality Trust и Public Service Enterprise. Суммарные недельные дивиденды составили 1 доллар 43 цента чистыми, то есть очищенными от налогов США и РФ. Ну а за июль 2021 года на текущую дату на 28 июля дивидендами уже получено 6 долларов 40 центов, также очищенными от налогов США и РФ. Справа от данной таблицы имеются графики, где показана динамика роста дивидендов помесячно. Как мы видим, я добавил новый график, где отображена плавная кривая. Просто для наглядности решил добавить данный график. Видим, что июльские дивиденды превысили майские примерно на 1,5 доллара. До конца июля еще 3 дня, возможно за это время придут новые дивиденды, но не факт. В любом случае, во время следующего видео по моему бротерскому счету, будет ясно и понятно, что там с итоговыми дивидендами за июль 2021 года. Во вкладке прогресс целей я фиксирую скорость достижения поставленных целей. Уже добавил информацию за текущую дату, 28 июля 2021 года. Прошла 21 неделя с начала моей работы на фондовом рынке. Стоимость бротерского счета составляет 6,635 долларов. Давайте проверим. Да, действительно 6,635 долларов. Цель на 10 лет в размере 200 тысяч долларов достигнута на 3,32%. Цель на 1 год в размере 20 тысяч долларов достигнута на 33,18%. Прогресс стоимости счета по сравнению с прошлой неделей составляет 4,36%. Размер годовых дивидендов увеличился до 186 долларов 31 цента. Это можно проверить во вкладке портфель. Выделив столбец S, общие дивиденды, сумма показана 186 долларов 31 цент. Дивидендная доходность портфеля снизилась на 0,01% по сравнению с прошлой неделей и составляет 2,81%. Если мы годовые дивиденды поделим на 12 месяцев, получается, что при текущем состоянии портфеля он генерирует 15,53 долларов в месяц. Рост по сравнению с прошлой неделей составляет 4,08%. Если же рассматривать месячные дивиденды в рублях, то при текущем состоянии портфеля и при текущем курсе ЦБРФ, месячный размер дивидендов составляет 1147 рублей, что на 3,17% больше значения предыдущей недели. Говоря простым языком, моя текущая дивидендная пенсия равняется 1147 рублям в месяц. С каждой неделей моя пенсия становится все больше и больше. Меня это радует. Стоимость бротерского счета скорректировалась на 2 доллара и теперь составляет 6637 долларов. Давайте внесем изменения в таблицу. Пятерку заменим на семерку и будем завершать текущее видео. Однако нет, смотрите, опять на доллар скорректировалась. Вот так всегда. Вы знаете, под конец видео вечно стоимость бротерского счета не стоит на месте. Приходится корректировать данные в таблице. Итак, если вам понравилось мое видео, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, жмите кнопку колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Напишите комментарий, что вы думаете об информации, показанной и озвученной в данном видео. Интересно будет узнать ваше мнение. Я же с вами прощаюсь, желаю вам удачных инвестиций и приятных накоплений. До скорых встреч. Ари Ведерчи!